За прошедшие сутки на театре военных действий произошли следующие изменения. На Харьковском направлении российская армия нанесла ракетный удар по казарме 92-й отдельной мотострелковой бригады, в результате чего погибло до трех десятков военнослужащих ВСУ. Линия фронта насыщена украинскими разведывательными беспилотниками, задача которых по результату работы наведения целей для ударов по позициям российской армии. Тем самым украинское командование пытается сорвать наступление союзных сил на Харьковском направлении. На Донецко-Луганском направлении российская армия не без труда отбила мощные контратаки украинской армии за контроль над селом Спорным, которое сейчас полностью занято российскими войсками. О степени тяжести боев говорит тот факт, что безвозвратные потери понесли даже медики, не говоря о штурмовых группах. Надо этого пацанчика найти, повторно взять интервью у него, как он говорил, их бросили офицеры, них не объяснили ничего, ни местность, кто, где, шоу, какое там. Короче, им нравится, как мы воюем, пока не поставили нам лайк. Именно в этой компании у нас, получается, по медицине потери получились. Вытеснение украинской армии Спорного стало очередным этапом в наступлении на Северск. Продвижение российских войск окраином Северска подтверждает и украинский генштаб. В районе населенного пункта Малатарановка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня «Хаймерс» производства США и два склада боеприпасов к ним. Украинская артиллерия нанесла очередной удар по Кировскому району на юго-востоке Донецка. Загорелась расположенная там нефтебаза. В Херсоне сотрудники ФСБ РФ задержали двух местных жителей, организовавших в середине июня подрыв автомобиля начальника управления службы исполнения наказаний по Херсонской области Евгения Соболева. В ходе допроса выяснилось, что теракт был совершен по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В Брянской области ВСУ обстреляли приграничное Силоне-Кислице. Жертв и пострадавших в результате арт-налёта нет.